Сегодня я покажу, как я обрабатываю фотографии еды в Эридиенте. В целом я люблю делать фото немного недоэкспонированные. Это позволяет, во-первых, получить более насыщенные, богатые цвета, во-вторых, снимая на базовых значениях ISO, поднимая экспозицию, мы не сильно, практически вообще не испортим фотографию. Итак, фото снято на фикс-объектив 35х2, на диафрагме 8, ISO 200, с использованием одного источника импульсного света и одного отражателя. Это фото темное, я хочу, чтобы оно осталось темным, типа низкий ключ. Поэтому, что я делаю в данном случае? Как всегда, сначала я иду во вкладку детали, увеличиваю немного резкость. Вот такие параметры. Убираю шумоподавление, но оставляю вот этот ползунок в значении 3, либо 2. То есть, таким образом, мы все-таки прибиваем хроматику, которая присутствует. Это будет видно на светлом снимке. Убираем битые пиксели. После чего переходим во вкладку цвет. Я знаю, что моя вспышка дает световую температуру 5600. Поправим. И что теперь? Хочется в фотографиях еды видеть ее более насыщенной, яркой, сочной. А учитывая то, что я снимаю не только по просьбам кафе-баров, ресторанов, но и в основном продаю фото на стоках, то фотография должна выглядеть сочной, яркой и коммерчески привлекательной. Если мы добавим вибранс, то в данном случае, кроме насыщения оттенков, вылазит вот такой паразитный цвет у столешницы. Она не синяя на самом деле. Она черная, угольно-черная. Поэтому вибранс мы не трогаем. Можно слегка добавить сутерейшн. Почему слегка? Потому что если мы добавим больше, то эта синева опять вылезет. Ну и драники будут выглядеть отвратительно. Как можно добавить цвет, насыщенность цвета в иридианте? Очень просто. Переходим во вкладку кривые, кома, и поднимаем слегка без фонатизма. От центра вверх. А нижнюю точку чуть-чуть сместим, чтобы прибить вот эту вот неприятную синеву. И переходим во вкладку синего канала. Эту точку тоже чуть-чуть сместим. Синеву, тогда в коме можно еще приподнять центральную точку. Что касается цвета, то меня все устраивает. Покупатели моих картинок на стоках тоже устраивает. Поэтому переходим во вкладку экспозиции. Повторюсь, я хочу оставить фото темным, но основное блюдо, еду, я хочу сделать более яркой и светлой. Поэтому я подниму цвета. Можно даже еще больше. А вот эти вот появившиеся пересветики мы могли бы прижать вот этим ползунком. Но у меня вся картинка слегка стала светлее, когда я приподнял цвета. Поэтому я хочу и нейтрализовать пересветы в элише. Они не критичные, но они есть. И притемнить картинку. Поэтому в данном случае мы сдвигаем вправо ползунок, отвечающий за цвета. Можно чуть-чуть вот этот ползунок подвинуть. Добавлю контраста. Где-то вот так щедро. Получим еще более насыщенный цвет. Я приподниму значение теней, чтобы вот текстура на сковороде проявилась. Сейчас можно в цветах понизить Citation чуть-чуть. И сделать столешницу потемнее мы можем во вкладке Lens включаем виньетку и где-то вот сейчас посмотрим минус 57, минус 50 да, минус 50 будет вполне нормально. мы прижали вот эту светлость в столешницу. Собственно говоря, такая картинка меня вполне устраивает. Если вы хотите сделать ее чуть посветлее, можно добавить Fill Light, заполняющий свет. Но, пожалуй, на этом я и остановлюсь. И есть у меня еще второе фото. Будем считать, что это фото в высоком ключе, светлое фото, хотя точно так же снято на тех же параметрах, недоэкспонировано. И впоследствии в Photoshop темные участки я закрашу так, чтобы салат был полностью на белом фоне, на белом блюде. Вот наш равик сырой. Все то же самое с резкостью. 55, 160, 15. Температура 5600. Насыщенность давайте сделаем пока 30. Кривые. И вот так, до тех пор, пока синяя каемочка на тарелке, так назовем ее афроматикой, не станет серой. Точно так же прижмем в синем канале. и переходим во вкладку Exposure. Все то же самое. Если бы я захотел сделать этот салат полностью на белом фоне, в стоковой фотографии есть такое понятие, как салат изолированный на чистом белом фоне, то, конечно, можно было бы экспозицию поднимать вообще сильно. Не экспозицию, а яркость цветов. Но я не хочу изолировать на белом, поэтому поднимем не сильно. Добавим контраста. Еще. Точно так же не вот этим ползунком, а вот этим. Мы прижмем вот эти вот пересветы здесь на этой части тарелки на сыре. добавим заполняющего света и плюс 50 тень. Салатик выглядит уже сочно, ярко, светленько. Сильных пересветов не наблюдается. Можно еще экспозицию чуть приподнять. Но если мы увеличим экспозицию, соответственно, мы тогда 45 тоже много, слишком ярко получается. Давайте ставим плюс 31, 30. И теперь, естественно, так как вот здесь вылез очень сильный пересвет, придется именно прибирать вот эти вот хайлайты до тех пор, пока не проявится в данном случае текстура сыра вот этого рулетика. Смотрим при 100% увеличении. Да, текстура видна, форма видна, на луке текстура видна, под соусом тоже все хорошо подсвечивается, салатик виден. Останется только в фотошопе закрасить вот эту темную область. Собственно говоря, на этом все. Если у вас есть вопросы, не только по фотографиям виды, вообще по видену, то оставляйте их в комментариях, я постараюсь всем ответить. Спасибо, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok